Заказ принят и выполнен. Джогур Кукинеш поддержал заключение комиссии по обвинениям против экс-президента. Слишком быстро все произошло, Каныбек Капашевич. Вы перечеркнули все самые главные и важные завоевания демократического Кыргызстана. Вчера хвалили, сегодня обвиняют наши журналисты. Вспомнили, что говорили депутаты в то время, когда Атамбаев был еще президентом. Атамбаев – отец народа, Аксакал. Сейчас гарант Конституции. Нет никаких причин объявлять импичмент Атамбаеву. Больше года за решеткой, а доказательств вины до сих пор нет. Продолжается судилище по делу ТЭЦ. Сегодня ведется активная пропаганда. Нас обливают грязью. Каждый день делают из нас какие-то супер-коррозы. Здравствуйте. Это «Вечер новостей». Итоговый информационный выпуск уходящего дня. Наши журналисты и я, Манас Аджгитов, расскажем о наиболее важных и заметных событиях этого четверга. Парламент сегодня создал плохой прецедент по мирному транзиту власти в Кыргызстане. Джогур Хукинеш поддержал заключение комиссии по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Дискуссия, уже можно не удивляться, длилась недолго. 100 из присутствующих 105 депутатов проголосовали «за». Несмотря на то, что некоторые парламентарии призывали своих коллег вспомнить, как еще недавно они пели дифирамбы экс-президенту, а сегодня забыли про свою ответственность. Тему продолжит Ханат Канеметов. Вопрос лишения неприкосновенности Атамбаева в повестку дня внесли накануне после обеда. Любую другую проблему парламентарий готовы обсуждать месяцами и не решать ее. Но не в этом случае. Как можно скорее поставить точку в этом вопросе кровно заинтересован аппарат президента. «Слишком быстро все произошло, Канебек Капашевич. У политиков, общественности возникают сомнения. Не надо в таких случаях все делать, как будто это заказ. Они спеша». Карамату Розова – одна из немногих депутатов, кто остался верен Алмазбеку Атамбаеву. Она попыталась убедить коллег не совершать историческую ошибку. Впрочем, как признаются политологи, она прекрасно понимает, что вопрос этот уже решен. Поэтому она и обратилась к генпрокурору. «Откульбек Чемшитович, в последнее время в стране творится беззаконие, но ведь Кыргызстан – правовое государство. Задумайтесь о будущем страны, о своем будущем, о будущем своих детей. Вы должны принять законное решение. Если вы этого не сделаете, то придет время, и вы ответите за все». «Совершал ли Алмазбек Атамбаев преступление? Ответ на этот вопрос депутатская комиссия искала всего несколько дней. «Мы работали три дня. Прошли через два профильных комитета. Провели четыре заседания. В них принимали участие журналисты, эксперты и другие заинтересованные стороны». Одно из главных обвинений против Атамбаева – узурпация власти. Ирина Карамушкина в очередной раз обвинила депутатов в трусости и двуличии. Надо было говорить об этом раньше, а не тогда, когда человек добровольно ушел с поста президента. «Ангажированная комиссия и вся эта, ну я не знаю, я считаю, что это Буддафория. Я не могу понять, куда делась ваша смелость, уважаемые мужчины. Вы же многие седые юристы, которые уже действительно обросли какими-то такими званиями и так далее. Что ж вы испугались кучки людей, которые половина мстит Атамбаева за то, что там вскрылись факты, когда они были на госслужбе, а у половины политические амбиции. Как вы можете в законодательный корпус идти сто человек на поводу двадцати? Бить лежачего не по-мужски, заявил депутат Джанар Акаев. Критиковать нужно и действующего президента, а не дожидаться, когда он перестанет быть у руля. «Мы должны быть выше обитой мести. Неправильно вспоминать прошлое и обижаться на то, что Атамбаев говорил или делал раньше. В системном плане это может привести к плохому. Много критики в последнее время в адрес парламента. Людям противны политики, которые готовы работать с любой властью. Если мы хотим помочь президенту Джейнбекову, то мы должны иногда высказывать критику, причем своевременно». Сурамбай Джейнбеков после всего того, что произошло с Атамбаевым, вряд ли захочет расстаться с властью, опасаются политики. Ведь услужливые депутаты, силовики, которые всячески поддерживают его сейчас, потом отвернутся от него. И президент это понимает. «Гонение на экс-президента. Вы перечеркнули все самые главные и важные завоевания демократического Кыргызстана. Это передача президенту следующему мирным путем властью. Я думаю, что следующий президент уже подумает, кому передавать и как. Спасибо вам за это. Можно уже переходить тоталитарно-авторитарный режим». Свои показания депутатской комиссии дали политики, которые при Атамбаеве успели посидеть в тюрьме. Кто за коррупцию, кто за попытку госпереворота. Анвар Артыков сомневается в их объективности. «Есть ли основания полагать, что у свидетелей этих нет личной обиды на Атамбаева? Сколько из них через суд смогли реабилитироваться?» Вопросу лишения неприкосновенности парламент уделил всего несколько часов, включая обиденный перерыв. В итоге все ожидаемо поддержали решение депутатской комиссии. 100 за против всего пятеро. Депутаты обвиняют экс-президента в том, что он узурпировал власть, когда был у руля. Канад Канеметов спросил у парламентарьев, почему все они молчали в то время и не выступали, как сейчас. Все и вся была в его руках. Почему тогда молчали? Простой вопрос. Нет, в то время, какие может быть два мнения? Уголовное дело возбуждалось. И на меня уголовное дело возбуждалось. И кому приятно бодаться или идти, как говорится, чтобы посадили, что ли. А зачем надо было спорить? Ну почему вы думаете, что молчали? Ну почему вы думаете, что молчали? Не молчали, так же говорили. Абсолютно согласен. Если человек действительно, который заявляет о чем-то, и он при этом знал это раньше, он должен говорить раньше. Политика, как известно, дело грязное. Но чтобы так очевидно, чтобы наши депутаты сначала утверждали одно и потом совершенно другое, конечно, вызывает удивление. Наши журналисты вспомнили, что говорили депутаты про Атамбаева, когда тот еще был на вершине власти, и что теперь говорят. Атамбаев Алмазбек Шаршинович Благодаря своей сильной воле Атамбаев Алмазбек Шаршинович установил в нашем государстве новую политическую культуру. Все, что он сделал, пример для будущих поколений. Он показал себя как истинный демократ, великий человек. И весь мир это увидел. Он установил власть, которая опирается на доверие народа, его историю, культуру и традиции. Я выражаю глубокую признательность Алмазбеку Шаршиновичу. Он честно трудился во благо Родины. Кыргызстан под его руководством встал на путь развития. Это инаугурационная речь Джейнбекова. Дорвавшись до власти, он забыл тех, кто помог ему стать президентом. Атамбаева Суромбай Шарипович тут же предал. Членов его команды посадил, попытался отобрать партию. С помощью карманного парламента Джейнбеков в итоге собирается лишить бывшего друга неприкосновенности и посадить. Карманный парламент шестого созыва принципиальностью не отличался никогда. Вот как об экс-президенте отзывались депутаты. Тогда Атамбаев был у власти. Вы внесли свой вклад в развитие Кыргызстана. Выражаем вам глубокую благодарность. Вы нас критиковали, можно сказать, тем и закалили. Поэтому не каждый может стать президентом. Вы стали президентом, отработали шесть лет. Мы вас уважаем как президента, политика и человека. Алмазбек Атамбаев на протяжении шести лет запугивал наш народ Акаевым и Бакиевым. Теперь он снова начал использовать этот прием. На сегодняшний день экс-президенты не влияют на политическую ситуацию в стране. Их время ушло. Это прошлая история. Уже не вызывает сомнения, что они никогда не вернутся. Нынешний президент не должен обращать внимание на ложную информацию, интриги и сплетни. Атамбаев – отец народа, Аксакал. Сейчас гарант Конституции. Нет никаких причин объявлять импичмент Атамбаеву. Он не совершил преступлений. Никаких нарушений Конституции, даже малейшей с его стороны, не было. Его сейчас пытаются очернить. Исаумуркулов тоже предал Атамбаева. Поддержал движение Саганбека Абдрахманова, который оспаривает председательство ВСДПК. И даже помог ему созвать лжесъезд партии. Лидером нации Алмазбека Атамбаева Исаше Шенкович больше не называет. Теперь у него другой кумир. Ему политик помогает завалить экс-президента. Вот коллега говорит, что нельзя пинать лежачего. А он лежит и успевает нас пинать. Нет бы просто полежать. Если бы он тихо сидел, никто бы его не трогал. Он сейчас подставляет тех, кто сидит в СИЗО. Он оправдывается и хочет показать себя белым и пушистым. Я хотел бы внести предложение, что альтернативной трассе нужно присвоить имя Алмаза Шершеновича. Почему бы и нет? Ведь это Атамбаев построил эту дорогу. Именно он взял на себя ответственность за реализацию этого проекта государственного масштаба. Это не просто проект. Глобальная миссия. Это очень важно. Так что не можно, а необходимо назвать трассу его именем. Мы же даем имена людей, называя объекты, например, тоннель имени Кусеина Кульбаева, дорога имени Абдысу Иркулова. Проект альтернативной трассы стал самым крупным за время президентства Алмазбека Шершеновича. Я не против, чтобы его имя было присвоено этой дороге. Она же должна быть названа чьим-то именем. Я поддерживаю это предложение. Я не думал о том, сегодня или завтра присваивать его имя. Но он достойный человек, чтобы его именем назвали дорогу. Он начал ее строить. Он инициировал этот проект. Я думаю, мы должны дать его имя. Лицемерная внешняя политика приводит к краху страны, заявил сегодня в Бишкекском городском суде бывший премьер-министр Саппар Исаков. Судебный процесс он назвал правовым беспределом для запугивания несогласных с линией власти. Напомним, после аварии на ТЭЦ Бишкека в январе прошлого года было возбуждено три уголовных дела. Одно из них по коррупции при отборе подрядчика. Обвиняемыми в деле проходят восемь человек. В их числе бывший премьер-министр Саппар Исаков Иджан Торос Атабалдиев, бывший министр энергетики Османбек Артыхбаев и бывший глава национергохолдинга Айбек Калиев. Свердловский суд столицы продлил меру пресечения им до 12 августа. И сегодня в Бишкекском горсуде сторона защиты попыталась оспорить это решение. Юлия Кулешова продолжит. Все как всегда, процесс закрытый, снимать на камеру нельзя, можно только снаружи стоять и терпеливо ждать. Сторонники подсудимых, впрочем, покидать зал отказались. Вместе с ними остались и журналисты, но без камер. И вот первое ходатайство сменить председателя судейской коллегии, так как встречаются с ним адвокаты, их подзащитные уже раз шесть. А решения, которые он выносит, практически идентичны. Судьи отправляются на совещание, объявляется перерыв, но и во время него камеры просят убрать. Ходатайство о замене председателя судейской коллегии ожидаемо отклонили и приступили к заслушиванию доводов защиты. Почему решение Свердловского суда о продлении меры пресечения до 12 августа следует отменить? Все обвиняемые по делу ТЭД сидят в СИЗОГ и КНБ уже больше года, что по закону допускается только по исключительным обстоятельствам. И по версии суда таковыми являются тяжесть обвинения и предполагаемая сумма ущерба в 111 миллионов долларов. Почему-то сегодня все распилились за эти суммы в 11 миллионов, которые сделали всеми эксперты. Сделали эксперты, которые давали буквально вчера положительное заключение, что ТЭД с готово адаптировать полностью, развозить ее к господинам, к эксплуатацию. Сегодня они дают обратное заключение. Обвиняют в том, что строго исполняли нормы закона, нормы соглашения, которое было подписано, заявил другой подсудимый, бывший премьер-министр Саппар Исаков. Обвиняют в том, что лоббировали интересы китайской компании ТБА для продвижения по карьерной лестнице. Сегодня ведется активная пропаганда. Нас обливают грязью. Каждый день делают из нас какие-то супер-корубки. Хотя материалов делают. Нет ни одного факта того, что мы где-то что-то разбогатели. Имеют какие-то финансовые инструменты и так далее. Ничего этого нет. Строить обвинения на одних догадках нельзя, заявляя другой подсудимый, бывший премьер-министр Джантороса Табалдиев. Продлевать меру пресечения, держать под стражей больше года, только на основании суммы иска и тяжести обвинения, значит следовать исключительно субъективному мнению гособвинения, что нарушает конституционный принцип состязательности процесса, считает сторона защиты. То есть само по себе обвинение не может быть исключительным обстоятельством. Нужны более весомые, а их нет. Закон придает исключительность этим обстоятельствам для того, чтобы стимулировать более ответственную, более оперативную работу следствия и суда. Чтобы исключить халатность, чтобы исключить фактор шантажа. То есть самим фактом содержания под стражей. Но под стражей обвиняемых держат больше года и ни о каком стимулировании процесса и речи не идет. Скорее о халатности и предвзятости уверена защита. Гособвинения и суд даже не пытаются имитировать активную работу. На все доводы адвокатов и подсудимых лишь одна фраза. Решение Свердловского суда о продлении меры пресечения оставить в силе. Юлия Кулешова, Урмат Усенов, телеканал «Апрель». Дерзкое двойное убийство в Карабалте произошло накануне. На окраине города неизвестные в масках ворвались в дом и зарезали 53-летнюю жительницу Карабалты, ее 31-летнего сына. В милицию поступил звонок от ее снахи. Оперативная группа обнаружила трупы с многочисленными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Как отмечается, для раскрытия преступления следственно-оперативная группа создана из числа наиболее опытных сотрудников областной милиции. Тем временем в управлении сообщают о раскрытии другого убийства, совершенного в Канте. Накануне в БЧК обнаружили труп мужчины. Как выяснили оперативники, его убила его жена. Тот сильно пил и все время избивал свою супругу. Когда женщина его оттолкнула, мужчина упал и умер. Подозреваемая решила избавиться от трупа, скинув его в воду. Столичные власти сегодня решили провести рейд против стихийной торговли вокруг Кожского рынка. Но он, по сути, провалился. С утра в сопровождении работников муниципальных служб, милиционеров, журналистов, чиновники Ленинского райа Акимеата стали выявлять точки стихийной продажи. И в итоге наткнулись на жесткое сопротивление. Некоторым торговцам были выписаны протоколы со штрафом. У некоторых изъяли товары, прилавки и загрузили в машину тазалыка. Но стихийные торговцы силой отвоевали отобранные вещи, остановив грузовик. На видео, снятом кем-то из сотрудников Акимеата, видно, как люди выгружают предметы для торговли. При этом, как отмечается, милиция стоит и бездействует. Чиновники райадминистрации говорят, торговцев несколько раз предупреждали, предлагали место внутри рынка, но те наотрез отказываются. На этом все. Вы смотрели «Вечер новостей». Информационная служба «Апреля» продолжает следить за развитием событий. Читайте, смотрите нас и в социальных сетях. Всем доброго вечера. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok